К ветеранам с подарками сотрудники Госпошнадзора поздравляют старшее поколение своих коллег с праздником, Днем пожилого человека. Сувениры подготовили скромные, но ведь главное – внимание. Акция называется «Подари письмо ветерану». Дети Дома детского творчества номер 3 подготовили открытки праздничные с теплыми и добрыми словами для ветеранов пожарной охраны. Совместно с Российским добровольным пожарным обществом были подготовлены специальные сувенирные призы, огнетушители, автономные пожарные извещатели. Людмиле Петровне вручают огнетушитель. Естественно, с пожеланием никогда этим презентом не воспользоваться по прямому назначению. Подарок, кстати, символичен. Людмила Петровна работала бухгалтером и на ее счету были в том числе и огнетушители. Бухгалтером я работала, вела материальные ценности. Все части были в моем ведении. Ну, ходили на инвентаризацию. Ну и все материалы, все мои основные средства, все были мои. Все, что машины, все-все. Это было мое. Александр Яковлевич тоже рад гостям. Не каждый день на огонек заходят молодые коллеги. От имени Главного управления МЧС России по Ивановской области, а также от Всероссийского добровольного пожарного общества, поздравляем вас с наступающим праздником, Днем пожилых людей. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма по жизни, также никогда не унывать, молодости духа, естественно, пламени в сердце и блеск в глазах. Поздравляем вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Ветерану подарили пожарный извещатель. Пообещал, что устройство обязательно установят внуки, как только зайдут в гости. В годы службы Александр Яковлевич занимал руководящую должность в местной противовоздушной обороне. В памяти сильные лесные пожары 1972 года. Тогда пылала и Ивановская область, и соседние. Я командовал пожаром. И мне Москва дала эту медаль за отвар. Спасибо, что не забываете. Именно так прощались с гостями все ветераны. Ведь даже короткий визит для старшего поколения – целое событие. Сотрудники Госпошнадзора в преддверии праздника поздравили около 30 пенсионеров, бывших работников МЧС. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.